всем привет мои дорогие едем с мужем насчет гражданства нас вызвали в бюро вот едем мы стоим на основном сегодня вечером нас пригласили на день рождения наши друзья еще нужно заехать на обратном пути подарок вот такие вот у нас сегодня планы очень жарко кстати очень хорошая погода покажу вам шумный мерсин это вот автозаправка сколько я приехала сколько я живу в мерсины в таком же состоянии но здесь какие-то проходят благотворительные дни ярмарки может быть иногда на праздники а так стоит неприкосновенно ждем автобус ехать около часа дороги нам надо всем привет друзья мои я блогер из турции из города мерсин вы на канале светлана ата добро пожаловать ко мне днем ходили по делам насчет гражданства сейчас идем на день рождения вот такой вот у нас интересный день не знаю вот мои новые туфельки всем удачного дня до новых встреч я показываю нас на остановках потому что потом мне не до телефона я действительно отдыхаю последнее время волосики выросли скоро светлана приведет их порядок вот так шумно здесь а 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 и а а а а и а и и и а 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 мы идем на преображении до новых встреч друзья мои так смотрите сейчас я так Посмотрите, какой красивый у меня муж стал. Я его повела к нормальному парикмахеру. Посмотрите, какой красивый, какая у него стрижка. Посмотрите, правда? Вот так вот, а то ходит к какому-то своему парикмахеру, а он раньше у этого парня, у которого сейчас подстригся, к нему ходил, но далеко ему было лень. Вот поэтому я его привела сила сюда. И очень довольна результатом. Посмотрите, какой кожаный. И бровы пощипали, и нос, и все. Короче говоря, все. А вечером я направляюсь на зону. Оторвусь немножко, попрыгаю с девочками и вернусь домой. И вот я пришла. Жду, пока все подойдут. Вот такая вот друзья. Пять ноль, пять ноль ноль. И у нас на районе дождь, гроза, молния. Как интересно. Я быстренько встала, собрала здесь на балконе свои коврики. Вот он вот все так у меня, друзья мои. Долгожданный дождик. Окна позакрывала. Первый у нас дождик такой. За все лето. Осенний дождик. Наверное, йога с девчонками отменяется. Наверное, оно все пройдет. Так что вот, мои дорогие. Осень пришла, может. А то было настоящее лето. О, как светит, видите. Всем спокойной ночи. Светлана продолжает спать. Доброе утро, мои дорогие друзья. Действительно доброе. Какой был вчера ночью. Ураган поднялся. В 5.30. У меня упала фотография. Стеклянная. У нее поломалась. Короче, она упала. Занавески поднялись. Что творилось? Мы как подскочили с мужем. А я пять часов сами видели. Пока балконы хорошо убрала. Такой пары ветра было. Такой пары ветра. Все позакрывали и легли. Короче, какая-то ночь сегодня была. А утром как ни в чем не бывало. Смотрите. Вы видите, какая погода. Но хорошо, что это было ночью, мне кажется. Да, днем не хотелось бы видеть солнышко. Как трудно. Я с трудом встала. Нужно бегу на йогу с девочками моими. Как вам мое причесочка. И сзади, и спереди. Мне нравится. Но, конечно, если бы у меня было подлиннее здесь, да, было бы получше. Ну, что есть, то хорошо. Так что, пока такие новости. Подскочила, собралась и вышла. Рано не могла встать. Удачного вам дня, мои дорогие зрители. У меня такое ощущение, что набережная ждала меня. Потому что ни одной души нет. Кроме меня никто не пришел из девочек. Смотрите. Никого нет. Наверное, после каких-то таких событий. Или каких-то климатических открытий. Или каких-то политических событий. Мерсини на второй день боятся, мне кажется, выйти из дома. Люди не ходят. Вы видите, что творится. Я бы тоже с удовольствием были, жала бы. Спала и спала. Но ничего, что делать. Ничего не сделаешь. Какая-то женщина идет. Точно не мои. Не мои девочки. Такая же, как я. Активистка. Комсомолка. Несмотря на то, что вчера был такой. Сорвался швальный ветер, ураган, море. Смотрите, какой спокойный. Я не знаю, я еще искупаюсь или нет. Но... Решила показать вам его. У нас 30 градусов жара и 9,45. Друзья мои. В общем, мы сегодня не встретились. Мало купаются, видите. Мы сегодня не встретились. Не позанимались. Но я домой приду, позанимаюсь. Это не страшно. А я вот просто погуляю. Посмотрю на набережную. Что-то тут поменялось. Сейчас не могу понять, что... Как-то пусто стало. А, будку забрали. А тут что? Тут что-то копают. Я сейчас иду с Катей. Похожу. Коврик не понадобился. Покажу вам море. Такое оно спокойное. Потом поближе покажу вам. Набережная какая-то тихая. Боже, люди, куда все делись? Я раньше этого не понимала. В Батуми такого не было. В Батуми с утра столько людей на набережной. А где все люди? Неужели все работают? Кстати, сегодня день Венеры. День... Женский день любви. День Венеры, мои дорогие друзья. День красивых женщин, красоточек. Я делаю этот челлендж. Уже скоро будет 4 недели. Вы знаете, что дает свои результаты? Несмотря на мое такое питание, я стараюсь сейчас сидеть на правильном питании. Конечно, приходится и нарушать, когда ходишь по гостям. Ну и там тоже какое-то все правильное питание. Главное не кушать сладкое. А я тортик поела там. Хлеб. Вот вместо хлеба я себе сделала чечевичный хлеб. И вот такие дела. А сегодня мой муж идет с утра со своими друзьями. Ну, у них сбор такой, да? Короче, отпускаю его отдохнуть. И мне как раз есть время заняться. Может, я кого-то приглашу с девочек. Посидим, поболтаем. Расслабимся. Сегодня устроим девичню. Не знаю, не знаю, не знаю. Все так неожиданно. Посмотрим. Ну, а я иду и кайфую сейчас. Ой, какое счастье. Какая теплота у нас. Жить хочется, радоваться. А вечером все пошло не так, как и планировала. Никакого девичника не состоялось у нас. А я решила заняться делом и порисовать географику. И муж вернулся, потому что в этот день был праздник мусульман.